Всем привет, ребят! С вами Алнубик и добро пожаловать в замечательную игрушку, которая у нас называется Мини Ворлд. Эта игра похожа на Майнкрафт и в данной игре мы с вами начнем выживание. Для начала нам дали кое-какие вещи и кое-какие ресурсы для того, чтобы мы это с вами выживание начали. Есть у нас одежда. Давайте сейчас мы с вами приоденемся. У нас есть наша типа Покахонтас или как это девочку назвать, я даже не знаю. Ну короче, мы с вами играем за скин девочки и это по-моему скин индейки. Ну индианки, не индейки, а индианки. Да, эта девочка индианка. И вот у нее есть первые ресурсы. 5 факелов, 3 ножки куриных, потом топор деревянный и деревянная кирка. Теперь мы с вами, ребята, должны здесь начать выживание, должны построить какой-то первый примитивный домик и в этом домике, наверное, выживать. Я предлагаю где-то вот как раз-таки возле этого места и построить наше убежище. Давайте мы сейчас с вами возьмем нашу кирку и попробуем добыть несколько блоков. Сейчас я попробую добыть вот этих вот несколько блоков. Нет, ребят, наверное, не получится нам с вами добыть несколько блоков этого булыжника. Нам нужно будет сразу землю убрать. А для того, чтобы землю убрать, нам с вами понадобится лопата. Давайте тогда мы с вами побыреку добудем себе несколько блоков дерева. Вот где-то с этой стороны давайте мы это дерево и добудем. И попробуем, ребята, сделать уже себе верстак и сделать себе лопату хотя бы деревянную. Потом мы с вами сумеем убрать полностью вот эту вот землю, добудем еще булыжника себе, сделаем себе верстак, как я сказал, сделаем себе печку, сделаем себе уже еще побольше факелов, сделаем себе дверки и, наверное, тогда начнем наше полноценное выживание. Хорошо, поначалу я, наверное, здесь не сумею поставить домик, не успею, поэтому мне нужно будет вот в этой вот скале прорубить пещерку и в этой пещерке пока что выживать. Для начала давайте мы с вами попробуем скрафтить несколько досок. Так, вот таким вот образом мы с вами можем это все крафтить. Несколько досок мы сейчас с вами скрафтим, потом мы с вами сделаем еще один, наверное, верстак и сделаем еще несколько вот этих вот палочек тоже. Они нам пригодятся. Теперь мы с вами можем выставить верстак где-то здесь вот на улице, потом я его соберу и с помощью верстака мы с вами можем уже сделать себе, как и хотел я, деревянную лопату. Деревянную лопату мы берем и убираем вот эту вот землю. Сейчас мы увидим, как намного быстрее эту землю поубираем, раз я, так сказать, расчищу эту полностью территорию и внутри сделаем как раз-таки нашу пещерку, наш домик первый. Первая пещерка, первый домик может быть и не совсем красивая она будет, потом в дальнейшем, когда мы с вами продолжим здесь выживание, я думаю, что мы с вами сумеем сделать очень красивый домик и потом в том домике будем выживать. Ну а пока что нам и пещерка пойдет на первое время. Так, хорошо, низ я думаю, что мы уже с вами зачистили. Давайте мы сейчас зачистим вот это вот еще. Кусты вот эти вот я еще тоже поразбиваю. Нам, наверное, для того, чтобы кусты разбивать, нужен топор, да? Сейчас мы посмотрим, что нам нужно для того, чтобы эти кусты убрать. А, нет, да, вот у нас тут есть один блок дерева. Сейчас мы этот один блок дерева уберем. И теперь можно просто эти кусты вот так вот рукой, либо топориком посрубливать. Отлично, теперь у нас тут будет более обзор такой получше, мне кажется, да? А, мы кустики с вами вообще даже можем ножкой... Ничего себе, ребят, мы с вами ножкой курицы можем расчищать вот эти вот кусты. Ну, неплохо, я считаю, что очень даже неплохо. Давайте мы эти все кусты поубираем, чтобы они нам не мешались. Отлично. Все, мы здесь с вами уже все повыбирали, поубирали. И теперь можем сделать себе уже полноценную пещерку. Куда у нас будет вход в эту пещерку? Так, я думаю, что где-то здесь. Давайте мы, наверное, еще уберем несколько блоков земли. Вот так вот, да? Чтобы она у нас была такая более обширная. И где-то вот отсюда у нас уже начнется вход. О, отлично, ребят, просто круто будет. Я думаю, что в этой вот пещерке мы с вами начнем выживание. Сюда я перетащу все свои ресурсы первые. Это будет у нас тут и блоки... О, мы тут с вами даже и булыжник сможем добывать. Вообще здорово. Но это постепенно, ребят, мы с вами все это уберем. Все сделаем здесь красиво. Вот, но пока что нам нужно просто на первое время, чтобы никто на нас не напал. Потому что сейчас уже будет у нас темно и будут спауниться монстры. Поэтому нам нужно сделать такой вот типа бункера пещерки. И в этом вот бункере пещерки мы с вами бы тогда схорониться смогли. Отлично. Теперь мы с вами давайте отправляемся сюда, забираем наш верстак. Этот верстак мы перетащим в нашу пещерку. Так, забираем этот верстак. Перетаскиваем вот сюда вот в нашу вот пещерочку. И здесь вот мы с вами можем его тогда установить. Вот наш верстак. Давайте мы его поставим вот сюда. А знаете, как я хотел, думал вернее сделать? А если нам сделать такое вот небольшое как бы еще углубление? Давайте попробуем еще чуть-чуточку побольше вот этих вот убрать блоков земли. Мы сейчас расширим с вами эту нашу пещерку, чтобы она была не на один блок, а как минимум на два. Так, у нас с вами сломалась, к сожалению, лопата. Сейчас еще два блока вот этих вот я уберу вручную. Потом сделаю еще одну деревянную лопату, поставлю уже здесь вот в углу верстак. И обратно земля у нас будет забираться очень-очень даже быстренько. Так, отлично. Вот мы с вами это все забираем. Сюда вот я выставляю тогда верстак. С помощью верстака делаю еще одну лопату. Так, теперь беру эту лопату и вот сюда вот тоже еще увеличу чуть-чуточку нашу пещерку на один блок. Отлично. Вообще здорово, мне кажется, получится. Сейчас вот эти вот блоки тоже тогда убираем. И сверху нам нужно будет заложить оставшиеся вот эти вот промежутки с землей. Вот сюда вот мы с вами поставим еще несколько блоков земли. Так вот нам можно это сделать все побольше, поставить этих блоков, чтобы у нас была такая как бы более-менее человеческий бункер, да. С этой стороны сейчас я тоже поставлю еще несколько блоков землицы. Она потом у нас зарастет травой и все. И тут у нас будет довольно-таки прикольненько все. Отлично. Вот у нас с вами бункер уже в принципе и готов. Все, ребят, теперь мы сюда с вами можем оставлять вот так вот два факела для того, чтобы сдалека, если что, могли найти наш с вами бункер. И вот наш с вами полноценный бункер, в котором мы и будем выживать. Теперь мне нужно сделать, скорее всего, что дверки. Давайте мы с вами скрафтим еще себе дверки. Так, я скрафтил дверки или же не скрафтил? По-моему, я уже их сделал. А нет, дверки я, ребятки, не сделал. Давайте мы сделаем дверки. Так. А, нам палочек не хватает. Еще нужно пару палочек сделать. Все, теперь мы с вами можем сделать одни дверки. Дверки мы с вами тоже скрафтили. И давайте мы с вами эти дверки как раз-таки, ну что ж ты, поставим при входе. А тут вот изнутри, наверное, поставим еще пару факелол, для того, чтобы у нас тут тоже все осветлялось, ребят. Потому что тут сейчас будет уже темно, когда мы дверки поставим, а тем более, когда наступит у нас ночь. О, все, ребят, видите, у нас с вами есть уже полноценный бункер. Мы с вами только начали выживать, а тут у нас уже с вами есть полноценный бункер. Здесь уже будет тепло, уютненько, и никакие монстры до меня тут не достанут. Можно, конечно, попытаться еще чуть-чуточку продолбаться внутрь. Можно вот этот вот, наверное, еще один блок, вернее, одну стенку из блоков убрать, для того, чтобы у нас тут было более обширно. И также можно будет вот эти вот все блоки булыжника, которые тут есть, тоже поубирать. И с этих вот блоков булыжника мы с вами можем сделать уже себе печку. Давайте мы тогда вот эти вот блоки уберем. Нам нужно 8 блоков. 8 блоков булыжника, и у нас будет уже полноценная печка. 1, 2, 3, это, по-моему, четвертый уже блок. Сейчас я попробую, ребята, их все позабирать. Да, вот у нас четвертый блок. С земли мы тоже эти блоки уберем. И вместо этих вот блоков мы с вами просто поставим землю, чтобы у нас под ногами был уже одинаковый такой вот пол с земли. А может даже не земли, ребята, а может мы, знаете, какой сделаем пол? Давайте мы его сделаем деревянным. Сейчас я пойду еще немножечко дерева раздобуду, и потом мы с вами сделаем деревянный пол. Я думаю, что деревянный пол для нашего бункера это будет просто великолепно. Сейчас мы вот эти вот блоки тогда давайте уже уберем. С них мы с вами с помощью этих блоков сделаем себе печку И возможно сделаем себе уже каменный топорик Ну давайте просто посмотрим, как оно будет смотреться О, вообще круто, ребят Посмотрите, какой у нас красивый пол будет деревянный, правда же? Это здорово Давайте мы сейчас с вами сделаем тогда печку И сделаем себе еще каменный топорик Все, ребятки Теперь мы с вами печку можем ставить Ну давайте печку мы в другом углу уже поставим Чтобы у нас не все на месте было На одном А здесь вот мы можем поставить тогда Взять вернее еще каменный топорик и отправиться раздобыть еще дерево. Сегодня мы с вами уже до конца попробуем доделать наш вот этот вот бункер. Ну, по крайней мере, попробуем до конца уже доделать пол нашего бункера. Вот. Так что нужно раздобыть еще дерево. Ну, вот я вижу, тут уже прямо одно дерево готовое есть. Сейчас мы его давайте по барику уже разобьем. Давай, разбивайся. О, видите, здесь намного быстрее уже добывается дерево, когда мы его рубим каменным топором. Потом деревянный топор мы с вами обязательно сожжем, либо еще чего-нибудь с ним сделаем. А каменным будем рубить здесь деревья и будем сражаться с другими монстрами. Тут такая игрушка, ребята, что мы с вами, к сожалению, не каменный топор, не каменный... Ой, не каменный топор, а не деревянный меч и не деревянный топор сделать не сможем. Тут нам нужно мечи делать только из железа и из этого, и из золота. А топоры мы с вами можем делать как раз-таки вот из камня и из дерева тоже. Поэтому нужно добывать ресурсы. А потом в дальнейшем, я надеюсь, что мы с вами где-то найдем железо, либо найдем золото и сделаем уже себе полноценный меч. Пока что, если что, будем защищаться нашим каменным топором. Так, давайте заберем вот этот вот еще один блок дерева. Все, теперь нам этих блоков должно хватить. Мы с вами сейчас делаем уже полноценный пол у нашего с вами бункера. Он будет типа как из ламината, да? Давайте заходим сюда. Там уже видим, что темнеть начинает. Это нам как бы не страшно. Давайте убираем вот эту вот полностью всю землю, которая тут еще есть. Так, сейчас мы это все с вами соберем. Земля нам потом еще пригодится в дальнейшем. Так, этого тоже мы землю с вами уберем. Хорошо, ребятки. Я думаю, что довольно-таки прикольный будет у нас тут с вами бункер. Довольно-таки интересный такой. Из земли. Вместо... Ой, не из земли, а из деревянного ламината. Вместо земли под ногами. Сейчас мы убираем последнюю вот эту вот еще, наверное. А, нет, ребятки. Нам нужно сейчас срочно, знаете, что сделать? Нам нужно сейчас срочно добывать доски. Ху, это кто такой? А, это местный житель. Ну, нормально, он мне тут факелопа натыкал. Спасибо большое. Сейчас мы с вами должны по выреку себе раздобыть этого ламината побольше. Давайте мы его сейчас разошьем и поставим уже дверки. Потому что если тут у нас с вами дверки не будут стоять, то на нас могут напасть монстрики. Нам этого очень не хотелось. Сейчас я вот тут вот еще поставлю тогда один ламинат. Дверку эту. И все. И мы с вами будем уже в безопасности. Отлично, ребятушки. Все, наш с вами домик, в принципе, можно сказать, надежно защищен. Заходим внутрь. И до конца сейчас мы его давайте доделаем. Здесь вот мы поставим еще один блок. Сюда вот у нас пошли эти блоки. С этой стороны тоже под печку мы давайте поставим блоки. О, вуаля, ребята, вот у нас какой красивый получится пол. Скажите же, правда же? Вообще нереально крутой пол получится. Потом мы с вами еще подумаем, чего бы мы с вами сделали стены. Потолок, возможно, тоже поменяем. И потом уже, наверное, приступим к постройке полноценного домика. А пока что мы с вами сделали вот такой вот прикольный бункер. И я считаю, что этот бункер тоже довольно-таки неплох и получился. Как вы, ребята, считаете, какой оценки заслуживает данный бункер? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Оценивайте этот бункер от 1 до 10. Где 10 это самая крутая оценка, а единичка это самая-самая плохая. Ну что, ребята, вот у нас, в принципе, и начало положенного выживания в игрушке Mini World. Если вам нравится игра, пишите тоже в комментариях. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, кто этого еще ранее не сделал. Ну а пока что на этом все. И в следующий раз мы с вами обратно продолжим выживание. С вами был Алла Нубик. Всем пока, ребят.